Всем-всем огромный привет! Сегодня снова ко мне приехал сюрприз. Сегодня снова у меня есть огромная-огромная радость. От Оленьки Фарафоновой ко мне приехала посылочка. Оля является моей подписчицей. Огромнейшее, Оль, вам спасибо! Настолько приятно! Давайте, девчонки, мальчишки, я вам покажу, что же прислала Оля. Очень приятный был, на самом деле, сюрприз. Сейчас я осталась в восторге от такого клатча. Такое прямо девчачье удовольствие. Милейший цветок. У меня таких вещей крайне мало. И когда нужно очень хорошо выглядеть и что-то взять в ручку, то это будет очень красиво. У меня есть босоножки. Они такие со стразами, блестящие. Я на торжественный случай одеваю. И я думаю, что вот этот клатч к этим туфелькам будет очень-очень хорошо смотреться. Красивый. Вот такой. Тут написаны буковки. Судя по всему, он от Estee Lauder. От этой компании. Вот такой милейший клатч. Прямо совсем девчачий и приятный. Поставила я уже на видное место вот такую девочку-бабочку. Смотрите, как она красиво смотрится. Прямо у нее даже глазки, видите, за нами бегают. Она с птичкой. Очень красивая открытка. Там очень красивые и добрые слова написаны. Замечательные пожелания, за которые, Оленька, огромное вам отдельное спасибо. Потому что порой слова, они настолько тепло на сердце отзываются, что можно перечитывать и перечитывать. И это все будет добавлять позитива и радости в жизни. Прямо огромнейшее спасибо. Давайте покажу, что же было еще в этой милой посылке. Такая была косметичка. Немножко она примялась в дороге от L'Occitane. Она небольшая, с подкладкой. Тоже защитная такая, чтобы не портился материал. Штучка. Очень удобная. Легкая-легкая. Когда нужно в дорогу, это неплохой вариант. Что-то взять в дорогу с собой. Давайте я ее тут рядышком положу. Еще одно девчачье удовольствие. Это брошь. Сейчас покажу. От Lady Collection. Такая вот синяя. Вся в стразах красивых брошь. У меня есть синий палантин. Прямо вот тоже сочный синий. И я думаю, что будет вот эта брошь смотреться очень-очень красиво. Осенью уже, когда я буду этот палантин одевать. Он будет смотреться с таким украшением очень красиво. Спасибо, Оленька, огромное. Приятно. Вот на самом деле сюрприз удался. Он был очень-очень приятным. И какой-то разнообразный, знаете. Ну, сейчас я вам покажу дальше. Так как я любитель блокнотов, Оля это учла и прислала очень красивые. Он такой небольшой. Замечательно оформлен, как книга. С элементами Франции, старины. Посмотрите, как красиво. Вообще я люблю, когда, знаете, печати. Именно вот такая тематика почтовой старой состаренной открытки. Он даже внутри выглядит состаренным. То есть такие затемненные края. Посмотрите, видите, как будто немножко временем. Охвачены. Очень я такое люблю. Все знают, что я шью игрушки в чердачной технике. Поэтому эта тема прямо моя-моя. Чтобы вот состарена. Чтобы был эффект старины. И, не знаю, меня это прямо завораживает. Вот такая красота. Давайте с этой стороны теперь положу, чтобы было все-все видно. И коробочка стоит сейчас пустая. Она была не пустой. В ней как раз были некоторые средства, о которых я хочу вам рассказать и показать. Всех больше меня впечатлило вот такое масло от Локситан. Это масло я не буду переводить. Потому что я просто этого сделать не смогу. Я вот так покажу. Это увлажняющее масло для душа. Миндаль 75 мл. Оно должно пениться в душ. Его, я так думаю, нужно будет совсем немного. Очень оригинальное само оформление. Приятно-приятно пахнет. Многие знают, что миндаль я люблю. Аромат миндаля. Даже слюнки потекли. И я думаю, что мне понравится. И после такого масла, скорее всего, не надо будет что-то наносить на тело. Или как-то там баттерами пользоваться. Его будет достаточно. Уже полюбившийся, потому что у меня был уже такой крем от Локситан. Это крем для рук. Карите 10 мл. Обожаю такой формат. Потому что для сумочки просто незаменимая вещь. Когда у меня в сумочке маленький вариант заканчивается, сразу туда кладу вот такое мимишество. Благодаря девочкам уже у меня второй, наверное, или третий тюбик. Такого замечательного крема. Спасибо, Оленька, огромное. И от Локситан еще такая новинка для меня. Это шампунь. Шампунь. Давайте я вам покажу. Со свежестью. Связанная. Вот такой вот образец. Ну, я попробую. Бальзама на мою голову надо много обычно, потому что волосы длинные. А шампунь наносится на кожу головы. То есть, ее будет, я думаю, достаточно. Ну, по крайней мере, попробовать все равно хватит. Так, куда положить, чтобы вам было видно. Ну и последнее. Удовольствие сладкое. Вот такая замечательная плитка шоколада. Максимка сказал, мой сын, огромное спасибо. Говорит, это мама лично для меня. Поэтому я, говорит, тебя угощу. Вот такой классный вкусный шоколад. Новый. Мы такой еще не пробовали. Будем пробовать. Превосходный темный шоколад с лаймом. Ну, я думаю, Максимка мне его быстренько отдаст весь, потому что он темный шоколад на самом деле не любит. А я люблю темный и я люблю с лаймом. Ну, я не только темный люблю, я разные люблю. Но темный я люблю. Особенно с кофе. А когда еще там и лайм, это вообще бесподобно. Это очень вкусно. И знаете, что меня всех больше впечатлило? Волиной посылки в подарки. Все это было упаковано в красивую розовую, такую девчачью упаковку бумажку. И вот такие звездочки. Они были просто россыпью насыпаны по посылке. Представляете? То есть вот реально вот так. Представляете, девчонки, мальчишки? Это такое девичье мимишиство. Это так мило, так красиво, так приятно. Прямо вот ко мне приехали вот такие зеркальные милые звездочки. Можно их потом использовать даже для декора. Посмотрите, как красиво они смотрятся. И я думаю, что я их сохраню, конечно, и буду их использовать именно для декора, когда буду показывать свои покупки или заказы с разных сайтов. Поэтому спасибо, Оля, тебе даже за это декорированные декоративные украшения. Я даже заговариваюсь от удовольствия. Посылками меня, конечно, избаловали сейчас девчонки. Но это очень приятно. На самом деле вот это вот чувство внимания, чувство любви, какого-то, ну, такого, знаете, ну, девичьей дружбы. Как это описать, я даже не знаю. Человека-то я, по сути, не знаю. Меня девочки знают лучше, потому что меня видно. Те, которые блогеры, ну, конечно, там уже взаимно. Но когда от подписчика приходит подарок, но ты, по сути, подписчика этого не знаешь лично. Оно-то настолько восхитительно, оно так затрагивает сердце. Как бы понимаешь, что а за что? То есть, ну, незнакомый же человек. Это настолько приятно и трогательно. Особенно, когда читаешь вот такие слова, когда человек уже любит и тебя, и твоего ребенка, это очень трогательно. Спасибо, Оля, огромнейшее. Действительно было приятно. Надеюсь, со мной эту радость разделили многие. Спасибо всем огромное за внимание, за просмотр. Всем пока. Всем до новых встреч. И всего вам самого-самого хорошего.